да вот на этой улице как раз и произошло вот это дело да 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 прям на пороге ужас а вот дом где я жила ужас боже наконец-то я забрала машиночку все починили ну еще не все конечно они еще чего-то нашли потом расскажу но основное тормоза сделаны супер все едем в аквапарк завтра ничего не знаю а сейчас я еду к наташи потому что это наташа меня забирала из гаража мы с ней погуляли в городе покатались на ее ягуары потом дениса поехал после мы его отвезли в муниципальный наш с другом вернее не отвезли а я его в городе оставил он сам доехал и теперь он будет купаться часа два а я поеду к наташу посижу не у это время на все про все у них ушло час двадцать на постановку диска дисков и этих как они колодок тормозных не все-таки машина это кайф слушайте ни с чем не сравнится если еще она выказывала хорошим кайф за который ты платишь естественно чувствуется с новыми амортизаторами очень хорошо она едет кстати поля перезревшие пшеницы короче люди в этой истории убийством медсестры не все так просто там по-моему шантаж присутствовал по крайней мере это были последние слова детка это когда его забирала полиция что она меня шантажировала вот так-то а дедок между прочим был миллионер вот и думает теперь когда у всех вот эти лерни ларье и ларье больные стоят а у вас конечноын А красе не больные? Так вот они жёлтые, осматриваются. Ну, тут прям сильно жёлтые у многих людей. Да? Ага. Вот надо полить будет. Не, ну шикарный, шикарный. А это чего ещё? Обалдеть. А это я в пуле выкопала? Люблю цветуёчки фотографировать. А, это в стене были. Видела, как угрозило? Папортник. Помнишь, сзади дома? О, какая герань. Красота. Слушай, какой цвет боже. Вот разрастётся. Да. Но я не очень люблю герань, кстати. А я тебе говорила, что... Белый лорье. А это мне сказала. Она говорит, о, какие красивые у вас. Олеандры. Олеандры он или лорье? Это есть олеандры. Олеандры. О, виноград. Ну да. Класс. Виноградники, виноградники. И она сказала, что это... Это сладкий, да, вот этот? Да. Да, да. Скоро-скоро. Скоро-скоро. Вот надрывай. Ой, кошмар, как будто представляешь. А вот этот вообще белоснежный. Тот был чуть-чуть другой. Да. С оттенком. Да, да, да. Ой, ну вообще. Ой, ну вообще. Уже, как крутые. Ой, тут... Как крутые. Тут такие бабочки гигантские. На бабочковом дереве. Здесь странно. Здесь же вот нет вот такого солнца. Посмотрите, какая гигантская бабочка сидит. Розу выреза отсюда убирает. Такая красивая роза. И она здесь, видишь, олеандры, они убивают розы. Кстати, у меня такого нету цвета. Вот это бабочковое дерево. Да. У меня голубой, розовый и сиреневый. И она, и олеандры убивают розы. А роза там внутри? А вот эту? Вон она там сбоку у меня растет. Посадила дура. И ешь. Вот это да. Вот это такой красивый. Я никогда такого не видела. Красота, да. Красота, да. А знаете, какие там еще есть варианты? У них купить это можно. Вот это здесь вот такой уголком. А там кругляшком вот это. И получается такой вот четыре этих. Вообще просто. Чего приводы? Чего только не случилось? Вот эти пить хотят. Ну вон и датюра такие хорошие надо пить. Датюра обалденные вообще. Да. Это же выросло из корней просто практически. Да, помнишь, они замерзли до предела. Помнишь? До предела вымерзли. Я вчера змею у себя на участке видела. Огромную. Ой, видишь, надо все рвать. Эту, эту. А это как разрослось. Ян, ты посмотри только, что делается, да? Угу. Страшное дело. Один раз. Одна эта. Личи. Бубочка, Яна. Но ничего, не цветет. Да, подождите. Это, знаете, на пятый, что ли, год они начинают свистеть и давать. Да, да, да. Что ты говоришь? Ну, по крайней мере, личи, да. Класс. И вдруг одна проросла. Только что, видишь, Яна, теперь тесно ему. Потому что он будет высокий потом. Надо пересаживать будет зимой. А вот как его пересаживать-то? Надо аккуратно. А еще сгинет, да? Смотри как он. Ну да. Вон он. Да, у него уже корни там, наверное, ого-го. Ого, да. И ты видишь. Ничего себе, из косточки, да? Обалдеть. Ну, как у меня эти персики теперь стали, а сажала я авокадо, косточки. Ну да. Все усыпано персиками. Переопылились? Это, возможно, тоже переопылиться и будет какой-то другой флот. Что ты говоришь? Да. Никогда не слышала. Ну да. Они на своих лапках. А вот еще инжир, кстати. Да. Македонская? Да. Это они мне подарили, приперли в Македонию. Вкус понюхай. Вот здесь было полно... Ой, на кого я там наступила? А, класс. Видишь, какой аромат. Да и она. Ой. Так, потрещали полтора часа. Ну да. Едем за Денисом в бассейн. Наверное, он накупался. Надеюсь. О, что я слышу? Мои тормоза свистят. Надо же. А что это они свистят-то? А? Они не должны свистеть вообще-то? Что за метаморфоза, как говорится? Сейчас буду звонить, спрашивать. Нормально ли это, что они у меня свистят? Как же я соскучилась по этим пейзажам. Столько времени никуда не выезжать почти. Вот, короче, приехала я в бассейн. Иду за Дени. Курочки. 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 Тоже урочки. Ой. Как она меня напугала, эта курица сегодня. Это просто ужас. Вот это вот. Вот это вот курица. Иди сюда. Иди. Эта курица сегодня валялась. Сдохлая. Просто лежала. Голова на бок. Глаза закатаны. Просто вообще еле-еле дышала. Я думала, она сдохла. Все. Пошла за лопатой. Пока я шла за лопатой. Короче, потом прихожу, она чуть-чуть дышит. Думаю, блин, понятно. Начала ее отпаивать угольком. Потому что что-то странное, что вот так вот курица бы падала замертво. Она вчера ходила нормально, а сегодня замертво, типа упала. Я так подумала, что она точно отравилась чем-то. И я ее начала отпаивать водой с угольком. И положила ей голову на миску вот так вот. И мы уехали на целый день. У нее клюв туда иногда опускался, и она так взбадривалась. И ты стоишь за курицу? Там другая стоит. Вот эта вот. Вот эта вот. Почти на стол залезла. Короче, приезжаем потом вечером. Я думала, сейчас я уже все точно найду мертвую курицу здесь. И тут такая куличка хорошая тут стоит. Это кто это? Опа! Кыш! С грядок! Кыш! 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 С грядок! Кыш! Кыш! Ну вот. Приезжаем. А Денис мне говорит, мама, смотри, курица твоя дохлая. Стоит среди сада. Стоит и пьет. Короче, очухалась. Надеюсь, что она до завтра очухается как следует. И что завтра утром я тут не найду куриный трупик. Да, Кура? Дала ей моченый хлеб. И она вот пьет потихонечку эту воду с углем. И туда им тоже воду с углем добавила. Ой, хочу вас прогулять чуть-чуть по саду и показать, что у меня тут наросло. Конечно, как всегда, вот это вот наросло. И завтра я опять буду косить, потому что это карауль. Надо, чтобы все ровненько было. Здесь такие вот длинные вырастают. Тычки такие. Вот это вот ходишь, они щекочутся. Ну и потом люди у нас приедут в воскресенье. Поэтому надо, чтобы все было ровно-ровно. Так что завтра я буду косить. В общем, здесь эти покосы раз или два в неделю. Так, здесь я от куриц закрываю вот этой вот штукой. И вот, посмотрите, салатик зашел по второму кругу. Сейчас еще полью. Это я удобрением полила. Делаю крапиву в бочку и туда чуть-чуть куриного помета. И заливаю водой. Вот этим удобрением полила. И посмотрите-ка, посмотрите-ка, какие висят помидоричные. Они вот здесь уже краснеют, розовеют, скажем так, разные всякие сорта. Сейчас покажу вам другие. Клубника по десятому кругу цветет и дает. Я стараюсь обрывать, как могу, здесь листья старые. Надо, кстати, подкормить ее тоже. Ну, это специальные гранулы для клубники. И тут тоже такая. Посмотрите сюда. Ого! Это вот который черный, да, будет? Черный крымский или как они там называются. Ох! 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 Куча! И вот, пожалуйста, все должно быть эстетично. У нас тут помидорки нарисованы. Растут здесь такие вот бархатцы. Да, бархатцы называются они как. Короче, они оздоравливают, говорят, что они снимают все болезни с растений скульптурных. Так, периодически снимают здесь пасынки. Но какие-то все равно остались, конечно, пасынки. О, сколько! Смотрите, какие грузии! Смотрите на это! Вот здесь вот я покосила. Видите разницу? Все четко, ровненько. Наши знаменитые закаты. Мне нужно собрать семена этой капусты португальской. О! Этьен заедет на кофе в четверг, я ему дам первые томаты. Смотрите, это все семена капусты вот этой вот португальской. Она очень полезная, с йодом, йодосодержащая. Так что надо собирать их. О! Бамбухи какие! Мама мне! Стеной просто опалтеть! Я хочу, чтобы у меня вот здесь посередине тоже такие же были прям стеной, чтобы видно не было. Прям вот дом, чтобы весь закрыли. Было бы круто! В итоге у меня разрядилась гоупрошка. Мне здесь снимала. Хотела вам показать, какие у меня снова поперли розы. Пока она заряжалась, я их поливала. Ну, не только их. Смотрите, эти шапки. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй! Посмотрите, это одна палка. Вот эта одна палка. И на ней вот эта. Вы видели вообще такое? Ну, короче, пошло-пошло-пошло. Вон, куча тоже. Смотрите, сколько на одной палке. Сколько бутонов. Мама дорогая. Так, ну, курочки мои. Тужурочки. Вроде ничего. Это вышла, гуляла рыжая. Со всеми вместе. Вон они все вместе. Ну что, все хорошо у вас? Кокоши. Кокоши. Ну что ты? Ну, короче, вот она, живчик. Живчик. Кокошки. Ей. Как дела? Ю. Порозовел ее хребеток этот. В общем, люди. Ой, куры. Короче, чтобы завтра утром я вас нашла троих. Кстати, знайте, что на следующей неделе к вам приедут две новенькие. Я уже заказала одну беленькую, одну рыженькую. Ты смотри, у тебя будет подруга рыжая скоро. Так что осторожнее. Не подыхай, пожалуйста. Ладно? Кокошка. Кокошка. Ты пойдешь спать? Ей. Ну вот, видите? Носится нормально. Слава Богу. Так, я вам завтра утром тогда все остальное покажу, потому что сейчас уже поздновато. У меня тут кое-что подраспустилось еще. Ну, эти вам гвоздички совсем чуть-чуть. Ну, а завтра я вам покажу кое-что, что у меня тут интересного. Сейчас не знаю, получится увидеть или нет. В общем, здесь розы такие. О, смотрите, какая красотень. Задень. Тык. И тык. Кури. Тут вон шла Будда всякая куча. Нефлией. Какой-то он такой болезненный, конечно. Тут какая-то слива вон поперла. Надо ее отсюда выдрать. Короче, всяко-разно. Кырочки, кырочки. О, нет, посмотрите на нее. И не стыдно, утром умирала. Утром умирала. А сейчас вон, что делает, а? Ой-ой-ой. Петя, ну ты хоть пожалей ее. Какой ты Петя? Это же у меня султан. Ну, пожалей хоть. Она еле очухалась, а ты уже на нее взгромоздился. Ну, как это называется вообще? Ну, не мни ты ее сегодня-то. Кукоша. Каракошкин. Мил. Прикол. Куриный мир. Петух, кстати, стал что-то головой как-то трясти. Или он так трес тоже. Не пойму я. Что-то подтрясывает сильно головой. Вши, что ли, у вас? Ну, я вроде посыпаю туда специальным таким порошком в этом. И чистила недавно. Вроде они не выглядят такие вшивыми-то. И не чешутся. А что ты головой трясешь? Что у тебя такое? Что случилось? Почему ты так трясешь головашей? Эй, Кукош. Кукош. Да нет, вроде нормально. У него такая, наверное, привычка. Ой, ладно, пошла тоже отдыхать. Так, завтра, в общем, мне нужно покосить вот эту вот территорию. Там около дома чуть-чуть. Вот это вот все. Потому что здесь я покосила. Вот всю ту территорию я покосила. Мне нужно будет собрать укроп на сушку. Мне нужно будет собрать семена. Мне нужно будет высадить... Мне соседка дала тут кое-чего. И, 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 и... Что-то я еще хотела сделать. А, еще мне нужно пойти в тот дом убраться и застелить. Ну, вернее, застелать я сейчас не буду, потому что они вроде в пятницу приезжают. Но завтра я там уберусь как следует. Еще даже не убиралась от прежних съехавших. А, и завтра у меня еще внучек с малявочкой гулять с утра. Все, всем спокойной ночи. Общественно полезный труп. Работает. Пока мать собирает укроп на сушку. Товар, шкаф, молодец. Давай, давай. Очень удобная вещь. Я сейчас только сняла. Здесь мята высохшая. Сейчас еще положу. Вот у нас мята для чая. короче для сушки трав или каких-то может сухофруктов очень удобная вещь вы только посмотрите какой мне достался сервиз смотрите мне его подарили и это короче это фарфор лиможский утынутые ручки гнуты как мне нравится не могу такая форма тоненький тоненький вообще конечно здесь не столько же чашек сколько тарелок всего лишь чашек 1 2 3 4 5 6 7 8 а тарелок больше 12 но очень красивый смотрите какая форма ручек новинк новинк не знаю показывала ли я вот эти стопочки надежда что когда-нибудь в этом доме будет коняк такие стопочки тоже это я на бракантах приобрела за 1 евро сколько 5 штучек или 4 4 почему у меня здесь такое царствие кстати тут тоже фарфор очень тонкий классный такой же чайничек как же я хорошо покупалась после того как перекосила тут все денис косила я короче все сделали уже второй раз купаюсь денис один раз купался сегодня это смотрите какая трогательная картина они все к ней заходят туда по очереди к этой корочки она там сидит в 1 и всех ней заходят прощаются он ее подружка села рядом петух туда тоже находил они там рядышком там сидит то опять еле дышит потому что он до утра на не не доживет и серая вам рядышком учился не разговаривает наружу может она как-то и подбадривает выкарабкиваться кокоша с подружкой пришла поговорить да она подружка твоя так шевелится но не встает так ну что курица снова в строю до курочка кокоша все вместе мои хорошие все вместе такая она слабая какая-то еще теперь вот это сидит нахохлевшиеся это вот вот это вот теперь нахохлевшиеся это что такое вообще так ну-ка не болеть мне да я без груза еду к наташи на обед в ванной обед а денис решил пообедать своими дружками в городе кебабом как обычно ну ему скучно с нами вот поэтому я его оставила там с великом и попросила его быть очень осторожным конечно но вроде как денис осторожен я так понаблюдала за ним он вроде как нормально заведет не легко так что пора везде собирать сено смотрите какие кружочки прикольные курица наша друзья очухалась ходит со всеми вместе я им налила там кучу в разные резервуары воды и добавила туда угольки а в один резервуар налила даже марганцовку чуть-чуть добавила на всякий случай все таки это какое-то отравление вот такие дела вот здесь кукуруза на этих полях как вот здесь вот тракторы могут потом ездить вот на таких крутых полях я не понимаю не собирать ах какая зелень здесь такая приятственная тишина в этой зелени в парках в этих старинных около замка и мы еще поедем с Наташей на следующей неделе к нашим друзьям в другой замок в гости ну если они разрешат поснимать поснимают там конечно Наташе тоже надо вызывать кого-то косить эту траву жуть вообще какая огромная о смотрите несколько дней два дня назад тут еще рожь была сейчас все убрали и вот остались тут эти клочки пшеницы этой которые тоже наверно будут на сено что ли ее собирать будут так так 4 часа спустя наелись напились Итьен туда приезжал слушали его рассказы и вот сейчас я еду обратно но я сейчас еду не поверите в гараж потому что у меня заклинило заднюю дверь теперь тадара там так гараж по французски это автосервис он здесь называется так автосервис гараж хорошо я остановилась около этого магазина потому что вон он Денис короче сейчас пришла там купила продукты он тоже себе попить купил и сейчас мы едем он кстати Ира вышла и вот сейчас мы вот это вот будем запихивать пытаться вот сюда вот пытаться я починку не клаус все закрыто было ты не ездил починку? ну давай как хочешь затолкали на радость их выпустила вон они гуляют все хорошие кулички такие все рыжая очухалась конкретно уже порозовела у нее эта штучка на голове да мои хорошие где ваша подружка серая куда дели? мои птички идут где яйца то? неделю нет ни одного ай-яй-яй приехали домой курочки мои повсюду ходят я их сегодня выпустила на радостях смотрите на нее красота уличная порозовела ой ну все вообще со всеми вместе все очухалась а то лежала в мухах вся просто зеленых и голова на бок закачанными глазами такими ну короче все отошла типа уже но нет очухавшись мне это нравится прям сразу настроение такое повышается ну конечно с курами с этими и вообще со всеми зверями честно говоря тяжело потому что ты к ним привыкаешь ты как-то душой прикипаешь к ним и потом вот это начинается сдохло или там заболело лечить вот это как дети какие-то ну короче очень много всяких окупасьон как говорят французы ну то есть хлопот хлопот много не заводите люди нафиг надо вот эти кури, кроли вот это все зачем нужны вон они неделю не несутся вообще то есть ни одного яйца то есть у них на стрессе из-за того что там вот эта мамаша умерла которая на яйцах сидела да и вот у них стресс такой видимо ни одного яйца нет ни одного как-то так ну в общем я решила подождать недельку потому что мне пообещали вот еще белую снова оттуда же у этого же заводчика белую и рыженькую я хотела еще одну на следующую среду якобы уже но я говорю нет подожду наверное все таки пусть они придут в себя потому что опять новый стресс у них будет новые куры типа того вот это все не знаю я в общем сейчас эту неделю думать буду либо я их вообще отдам всех любимых моих кур потому что к ним прикипаешь действительно а все таки это всего лишь птицы которые сдохнут все равно в любом случае когда-либо и будешь ты потом вот это вот переживать за них наверное я все таки не буду больше никогошеньки заводить а буду просто посвящать свое свободное время растениям в основном все еще у нас новость то что закрывается наш вот эти браканты они будут закрываться полностью в январе ищут они там ну кто возьмет на себя вот это директорство там и так далее потому что она не хочет больше вот эта женщина другие значит тоже подустали потому что там все таки много работы а это волонтерская такая работа и вот мне даже предложили я говорю спасибо мне есть чем заняться большое спасибо в общем в эту субботу последний раз будут эти браканты перед каникулами поэтому я обязательно поеду тем более Денис будет у папы так у нас начинаются сезоны разных всяких концертов и классической музыки и всякой другой я уже взяла программку в общем на следующей неделе обязательно пойду Дениса обязательно с собой возьму чтобы он тоже приобщался будет концерт классической музыки у нас тут в одном месте они обычно в церквях проходят как я ходила тут в прошлом году и вот пойдем в 20 с чем-то даже аж вечером так концерт будет затащу туда ну Наташа то точно пойдет еще и Тиена туда затащу чтобы он немножко освободил свою голову от этих всех вот дел которые его окружают вот так вот вот собственно все новости на сегодня помидоры у меня помидоры сегодня возила уже Наташа отдала такие и черные и красные первые мои помидорки огурцы помидоры пошли салат по новой взошел ну такое вот приятненькое всякое завтра приедет куча народу пять взрослых трое детей слава богу погода испортилась вроде как завтра будет дождь и вся эта толпа не будет купаться в моем бассейне надеюсь ну хотя кто знает может и не будет дождя ну ладно в любом случае это вот все конечно хлопотно хлопотно потому что нужно людям объяснить миленько так да без всяких наездов что вот так аккуратнее детки значит там как раз вот это вот самый такой возраст шесть-девять еще какой-то возраст чтобы они мне тут не бегали по шлангам от бассейна чтобы не нажимали пальчиками на кнопки на помпе например чтобы не лазили там на борт бассейна с него не прыгать ну в общем такое вот мелочи такие надо будет объяснять им как-то спокойненько так как-то нужно туда в этот разговор еще вмылить то что ну как бы у нас здесь не публичный бассейн поэтому маленький маленький объем и пипи вообще нельзя то есть вообще никак потому что потом все это откладывается на стенках и пахнет блин извините ну и вообще ну как бы некрасиво ну как-то нужно вот это преподнести какой-то там простой фразы так скажем так сейчас я пойду наложу себе мороженка на сей раз у нас мятно-шоколадное мороженое Денис выбрал и вот я купила все время балуюсь орешки миндальные вот это жареный миндаль о это вообще что-то положу себе ложечку такую и начну лайв потому что я люблю все-таки лайва в основном делать потому что это обратная связь здесь я сижу как будто с кем я рассказываю с кем с моим телефоном а когда лайв то это очень приятно это обратная связь с людьми все всем спасибо за просмотр вот этого маленького моего видео про нашу ежедневную такую жизнь мои поездки там туда-сюда вот это вот куриный мир там и все такое буду продолжать опять же в том же духе и друзья конечно летом будет выходить меньше видео потому что ну если только вот так сказать прогулки там или еще что-то если мне захочется вот брать свою камеру если мне захочется сделать потому что иногда хочется просто отдохнуть действительно и плюс еще летом ну такое дело что ты очень часто там в саду что-то какими делами занимаешься там поэтому некогда просто просто летом некогда хочется вот это вот солнце насладиться наплаваться как бы нагуляться поэтому уж не обижайтесь мышь бесплатные вот вещатель это русскоговорящий то что вообще смешные копейки получаем поэтому как бы просто так штамповать видео это не мое ну не мое я делаю всегда от души и когда есть такая возможность время есть свободное но летом будет поменьше выходить видео немножко отдохните от меня тоже всех целую пока